ну че пишем всем доброго дня или вечера сегодня на kia soul человек изъявил желание помыть впускной коллектор для того чтобы помыть его почистить надо будет только лишь из запчастей прокладку много коллектора больше нам ничего не нужно будет здесь у нас дизельочек коллектор в целом снимается несложно он как и всех коллектора забивается сажей если у вас работает лапан ну я бы не сказал что здесь много жалоб что он там прям все плохо но все же вот он наш коллектор снять его несложно проблема немножко в другом основная большая проблема маленьких машин это мало места поэтому у вас если огромные руки или вы большой крупный человек я вам не советую это делать потому что и сплюетесь и сцарапаетесь то есть даже наличием опыта это все равно сделать довольно сложно неудобно внизу под коллектором на коллектор крепится клапан управления турбиной привод заслонок пускного коллектора переменного холодного пуска вот много всякой всячины там трубка основная подача тнвд и все это нужно подлезть вниз и сделать то есть открутить и нижние болты нижние болты также на коллекторе их визуально практически не видно потому что заглянуть не дает вот он у нас смотрите снимаем топливную обраточку отсоединять ее будем вот здесь на клапане тут если бывает когда старая жесткая и он не снимается то сниму просто с топора снимем трубку подачи на топливную рампу это первое то есть проводку у нас снипим датчик температуры топлива дозатор вот клапан управления турбиной отсоединим полностью открутим заслонку и с ними полностью клапан управления турбиной и будем там отворачивать смотрите а там видим есть полость то есть коллектор стоит под углом вверх уходит и вся полость там забита просто песком кого-то даже маслом когда бежит прокладка клапанной крышки если мы здесь видим то здесь прокладка клапанной крышки не бежит потому что здесь было все уже сделано сделано было это все мной то есть я не помню меня по-моему три или четыре такие соло обслуживается и все они красного цвета вот и все они попались сюда не просто так они попали через много сервисов где боролись с плохим запуском на холодную либо боролись то что вставало в защиту в аварийный режим ну и многое много вот здесь допустим была течь масла с прокладка клапанной крышки бежала с поддона здесь даже я заново снимал поддон на а кпп потому что после замены масла бежал поддон переплотнял ладно все принципе начнем 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 в прокладочку сейчас попозже чуть-чуть вам тоже покажу номерок прокладки я как бы особо тут не сталкивался с тем чтобы они забивались эти коллектора вот неродная клипса уже видно и она вся измученная бедняга вот нормально штатно и с ней все порядке это у нас воздухозаборничку так у нас и готова сейчас вот опять же смотрите опять смотрим видим что муфту не сняли то есть с кгубцами крутили патрубы интеркулера пытаясь там что-то сделать вот пошла просто и готова слетела все упало вниз не будем заморачиваться с ней так проводочку бросили цене так по браточки полубраточки тоже отстегиваю не буду я испытывать судьбу проще сразу здесь отстегну и так вакуумные шланчики оба снимаем перепутать здесь принципе их очень сложно поэтому я не думаю что вы это сделаете это трубка вакуумные не до снова вытащить наверх не можно конечно попытаться но скорее всего что-нибудь согнете ее будет деформированная ну я буду снимать обратку так будет быстрее потому что я знаю что вот здесь шланчик от старости уже будет снять очень сложно поэтому я не буду испытывать судьбу здесь вот у меня кстати по поводу этого песка я уже все заранее подготовил продул то есть если вы там вдруг у вас нету дома сжатого воздуха можете отправиться не знаю где-нибудь на мойке на заправке где есть воздух спера продуть а потом допустим отправиться домой и дома уже снять и помыть коллектор здесь конечно мешается очень много всего вот это кстати клапан управление который буду снимать снизу он тоже часто забивается пылью этот красненький ковырял звука коротенькая не хватает туда по длине и вот это и будет достаточно вот в таких местах тут дросселю прикручивается планка на которую крепится проводка сейчас принципе сейчас снимем дроссель и можем увидеть масштаб бедствия потому что у нас клапан игр заходит вот здесь только снизу вот и там сразу принципе видно насколько сильно он там закидывать так вот она заслонка из паранитовая прокладочка такое ощущение что сам вырубил но нет это заводская заслонки стать все чисто часто заглянем вовнутрь как раз откуда закидывает клапан игр и сможем увидеть закидала там чуть или нет ну вот смотрите принципе для дизеля то есть это нормально то есть я бы не сказал что он прям очень много но почистить помыть лишним конечно не будет вот такая коряга то есть даже с ней возникает проблема при снятии там еще нам надо будет открутить две гайки снизу смотрите теплообменник уходит то есть отдельно фитинг как обычно там два болтика там две гайки там или четыре болта откручивается фитинг между клапаном гигр и коллектором то здесь он не делится он сразу переходит теплообменник поэтому нам одновременно придется отворачивать от фитинга две гайки и отворачивать коллектор и снимать то есть либо надо разобрать вот здесь все и открутить его вон вон там там вместе с клапаном гигр потому что он идет сборе весь так прям вдоль головки вот и вариантов у нас особо больших нету надеюсь что все болты будут вручную отвращиваться то есть как правило сорвал болтики если никто не отворачивал его не мучил то вопрос по нему и не будет так вот он задвигался тут по идее можно было все это прикрутить на одну часть но они взяли прикрутили второй болт кронштейна клапана управления турбины прикрутили корпусу масляного фильтра клапан управления здесь чистил клапан управления даже в рекомендациях был заменить потому что сзади вот у нас лопнуло отлетела крышечка теперь туда попадает влага и скорее всего когда-нибудь он выйдет из строя то есть ну пока вроде как работает так ну и что у нас идем дальше идем дальше теперь на следующий мы отворачиваем привод заслонок только когда мы его отвернем с ними мы сможем снять трубку подачи он первый раз вообще снимается просто не поддается так и теперь вы крутим здесь а сверху будут тягу рассоединять сверху снимать это порочек один можно конечно снять и в сборе но тогда неудобно откручивать очень неудобно откручивать трубку мы даже можем тягу не снимать просто отвернуть и у нас уже сам привод будет болтаться там как я всегда вам говорю чем больше разберете тем вам легче будет так сейчас принципе проблема 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 в принципе можно отвести потому что там хомут мне снимать вообще не вариант или вот это сейчас снизу сниму охлаждение вот так все отлично сейчас сейчас я быстро упрощу себе работу два раза меньше и станет до выльется конечно немного охлаждающей жидкости ну тут вообще прям буквально выльется пару литров поэтому ничего страшного так второй патрубочек отдвигаем стороночку и сейчас два болтика и будет чудо буквально получается пять болтов один хомут и красота потому что сейчас я вытащу отсюда диффузор ну вот и красота диффузор лежит и все вот смотрите тоже вот этот кусочек проводки убрали в сторону то есть это не сложно и вот все у нас здесь на виду также там крепится у нас топливная трубка коллектору отворачиваем ее полностью и вот уже у нас все есть доступ теперь мы сможем туда залезть сейчас обратно тоже опустится пониже когда открутим там один болтик я очень люблю когда здесь никто не лазил то есть я снимаю разбираю вот она прям и сборка будет настолько быстро то есть в основном не надо будет все защелкивать все прикручивать болтик который держит трубку подачи топлива вот это вручную он неохотно идет них не хочу так это уже свой болтик какой-то под по другой длине а хотя здесь вот у тебя есть то нам какой-нибудь свой рейтинг лучших и худших автомобилей корейских из тех что у нас обслуживаются регулярно но опять же в плане обслуживания не ну вот конечно моторы начиная от 16 вот эти 17 на спортажах уже на и 40 прекрасные моторы то есть не вопросов вообще нету тот же дизель то есть если я вам могу только и подсказать то только по дизелю бензиновый я вижу что мучаются у нас ребята мучаются вообще все эти бензиновыми моторами непонятно там что-то у них разваливается вот и здесь допустим вот из дизелей все потом они идут опять же 2 литра до 4 а потом hb 2 и 2 тоже прекрасно очень прекрасный надежный двигатель потом следующее у нас уже идет 2 и 5 по объему это у нас хунда и grand star x вот то есть уже после 16 года они его усовершенствовали сделали вообще прекрасно работает то есть тоже ему вопрос и евро 5 уже нет проблем с турбинами с давлением масла шайбами под форсунками то есть все страшные истории которые рассказывали про у нас grand star x вот они как раз-то про евро четвертый все эти ужасные страшные истории то есть на евро 5 уже такого нет говорят сейчас что якобы да вот зачем не евро 5 евро 6 там экологии что-то мне страшного выкинули ей все и поехали забилось пришло время выкинули все это делается в течение там 3-4 часов то есть очень быстро поэтому проблем там вообще никаких не возникает в целом прям вообще то есть дизеля сейчас у корейцев довольно хорошие такие есть моменты конечно по цепям на всех причем на всех корейцах на дизелях по цепям конечно слабенькая не знаю либо цепи стоит слабенький либо что-то еще но вот появились такие проблемки что цепи выходит из строя еще до регламента очень часто вот кстати здесь на 16 или на 17 замена цепи ну это прям очень большая редкость то есть они отхаживают там по 250 300 тысяч и как бы я пару раз менял но всего пару раз то есть на этих моторах то есть практически не делал вообще а бывает что и на металлических прокладках и на резиновых прокладках очень жестко коллектор стоит также поддоны на герметиках вот здесь есть маленький нюанс потому что надо вытаскивать одновременно с клапана игр и с этого вот заслоночки смотрим я бы не сказал что здесь все забито вот она открывается закрывается но грязь есть согласен то есть грязь у нас есть еще бывает через вал вот здесь вышибает но здесь все прекрасно вообще то есть вопросов нету так ну мы сейчас на моечке принципе будем мыть и все как бы увидим это вот от вас клапан игр как раз а фитин который заходит вот сейчас наша задача здесь все по закрывать потому что здесь будем убирать этот многолетний слой на блоке не так ты его здесь и много конечно так вот прокладочка как то вот так прокладочка прекрасно себя чувствует то есть она здесь так же здесь в коллекторе смотрим здесь на стенках осадка большого нету то есть принципе даже я бы сказал вот если протереть вот пальчиками видите все идеально становится чистенько то есть много туда ничего страшного не попадала сейчас задача наша взять тряпочку такую длинненькую заткнем ее во всю длину и надо будет все это продуть помыть вычистить до чиста ну вот мы сперва прям засовывая в коллектор во все отверстия сбили основной слой основной слой то есть видно было прям вываливались куски то сейчас уже залив химии то есть остатки со стенок смоем как показываем номер запчасти которые используем прокладка металлическая номерочки 1617 прокладка одна и та же под одним и тем же номером то есть у нас идет это неважно прокладка здесь металлическая ей никогда ничего не бывает то есть если допустим в других где она резиновая и и вышибает эту то здесь таких проблем нет так ну что по старой традиции снимать вам сборку не будем потому что как бы долго нудно все принципе видели прокладка кстати перепутать нельзя тут и то есть она встает в одном положении если забился коллектор или есть желание неважно какой у вас дизель неважно какой у вас объем приезжайте то есть помоем обслужим в большей части конечно это желательно делать после заглушки если кто-то удалил экологию механически заглушил клапан игр то желательно сразу же приехать помыть коллектор и чтобы раз и навсегда он там был уже чист и все всем пока до новых встреч в следующий раз